Это была одна высшая научная установка на землях сучастной Белоруссии у первой половины 19-го года. Войны и разголинованный адукацийный центр различеный на наученцев с разным достатком, шоковной библиотекой и дейючей друкарнией. Кабдаць своим детям пристойную адукацию, российская знать часто привозила своих детей. У Беларусь отдавала в язуитские коллегиумы и, наипер, у Полоцкий коллегиум. 12-го студеня 1812 года на свет зявився указ императора Александра I, у яким он обвещал об открытии Полоцкой язуитской академии. Фактично новая научальная установа створалася на базе язуитская коллегиума и повинна была статцентром яща одной научальной акруги. Подтримливаючи язуитов и створаючи подначаленную им академию, царские улады и мкнулися таким чином обмежавать дейность вольнолюбивого Виленского университета, характер научанья у яким был светским, а погляды большинства выкладчиков и студентов – либеральными. 8-го студеня 1813 года пройшла урочистая церемония, что, звычайно, попередничала початку научального года. Однако после русско-французской войны студентов оказалось так мало, что учеба почалась аж на высоковеку. И только в листопаде 1813 года распачался первый полновартосный научальный год Полоцкой язуитской академии. Научанья в академии протягивалась 4 года на факультетах богословья и философии, довольных наук. А вот студенты мовного факультета вызначеного термину не мели и могли рыхтоваться ответно потребам и поспехам у каждым конкретным выпадам. На филологичном факультете выкладались латинская, грецкая, старожидно-габрайская, польская, российская, французская, немецкая, итальйская, арабская мовы и створенная на их литературы. Причем выкладчиками гэтых мов и литературы были переважно их нозбиты. Уже в 1814-1815 научальном годе колька студентов досягнуло 136 человек. Однако, кроме уластной академии, в Полоцку працевала целая сетка подначаленных ее научальных установок. Пятиклассная коллегия, альбо гимназия, музычная бурса, семинары, различные на незаможных шляхтичах. А для самых бедных деток исновала парафияльная школа. Агульная школькость наученцев у всех, связанных с академией, установок в 1820-м годе складала амаль 700 человек. А в Полоцкой академии подпорядковались все научные установки ордена езуитов, которые тогда существовали в Российской империи, в тем, как в Петербурге, Ризе, Одессе и Астрахани. Сородбы кладчиков академии были вядомые у той час люди. Физик Иозеф Цитович, философ Винцент Бучинский. Будучи аутром философских разважанья, выдаденных у Веня, богослов профессор теологии Франтишек Деружинский. С Муров Полоцкой альмаматор вышла шмак ярких особов. Мастак живописец Валентий Иванькович, один из починальников новой белорусской литературы Ян Борщевский, письменники-этнограф Эдвард Дамаш Масальский, церковный дедж Василь Лужинский. Цекавый нюанс, что выпускники этой академии автоматически залечивалися до Урадового корпуса Российской империи. Выпускники отрымывали чин 14 класса, имели право, махчимось, на державную службу вступать уже с этим классом. То есть выпускник автоматически лечився принятым на службу, бо знал экзамен, отрымывал гэты чин калежского регистратора. И вот, видите, какие цикавы нюансы. Для православной Российской империи кадры лихтуют айцы язуиты. Ну, таки факты. Великое значение язуиты завжды надавали раздалинованной системе библиотек. Полоцкая академия з'являлась тамовыдатным прикладом, а гулом во всіх звязаных зёй установах знаходзілася більш за 100 тысяч тамов. Такой великой колькості книг сприяла тое, что в академии дейничала уласная трубкарня. А прочь разнастайных подручнікаў, словнікаў, науковых и літературных выданняў тут друкаваўся першы на тэріторіў сучасныў Беларусі часопіс Полоцкий штомесячні. Усяго пабачылы свет 14 номароў часопіс. Трэба сказаць, што ў ператварэнні Полоцкая акалегіума ў навучальныў установу амальшто ровныў универсэтэтам тагачасным, вілізарнае заслуга належыць вучонаму энциклапідысту Славянцу Габрэлю Грубару, які долгі час працаваў ў Полоцким калегіуме, які па пошніму слову тагачасныў технікі абсталяваў шырах навучальнах кабінету, ў прыватнаці хімічны, фізычны, механічны. Дзякуючыя кому ў Полоцким калегіуме была створанная картінная галерея, вельмі багатая музэй, друкарня, якая пасутнаці з'являлася водавецтвам. Напрыклад, кабінет натуральной гісторый змешчав заспиртаванная аномаліў развіцця людзей, чучалы жывёла, вэптушах, багатая калекція розных металав і камянёв, ў тым ліку каштовных, а так сама гербары. У бутынку музэя містілася і багатіхша мастацкая галерея. Історія гэтай вучэльні і ордена ізуітаў на Беларусі вогулі вельмі цікавая, тому што ў 1773 годзе папа Римскі пад упывам ідеяў ашвєты, пад упывам крытыкі ізуітаў з боку розных колаў громадскасці забаранів, скасавав гэтай орден. 1773 год. Але годам раней, 1772 годзе, ўсходнюю Беларусь, дзе былі так сама владанні і пункты научання ізуітаў, апынулася ў складзе Расейській імперіў. Вось Качарына захавала гэтай орден, захавала все научальні ўстановы, і не функціонавалі офіцыйна толькі тут, на территорі Расейській імперіў, фактична, ў гэтых ўсходніх чи заходніх частках Расейській імперіў. І гэта полацкая ізуітская акадэмія, і надпадпаратковалася гэнералу ордена ізуітаў, толькі влады мэлі контроль над процэсам навучання. Потэм ізуіты, дякуючы своім сувязям ў Петербурзе, дякуючы своім дипломатычным навыкам, здаўлі скасаваць, здаўлі вогуля контроль прыбраць над своей учэльній. І толькі в 1820-ым годзе Расейцы вырашылі аднак ізуітаў прагнаць з імперіў, выгналі, але шэсь гадоў раніў, в 1814-ым годзе Папа Рымскі аднавіў орден. Так атрымалася, што гістора гэтай цікавейшай установы атрымалася такай непарывнай, дякуючы беларускаму епізоду. Полацка ізуіцкая акадэмія праіснавала да 1820-а года, да таго часу, як імператор Александр I, што не так даўно знаходзіў карысным адкрыцьо новай навчайной установы, загадав выслыць ўсіх ізуітов за межы імперіў. Аднак за недоўгі час сваёй працы ізуіцкая акадэмія ў Полацку паспела стаць яшчэ аднім сапраудным адукацыйным центрам на землях былога Велікага Князства Літовска. Історія атрымала працяг ўжо ў наши дні. Зараз ў будынку колешній акадэмії містіцца Полацкі универсытат.